привет привет с вами алена сегодня у нас будут вот такие ноготки в гостях девушка записалась пришла и сказала хочу квадрат и белый френч вот человек всю жизнь мечтала и вот она впервые пришла для того чтобы сделать себе ноготки именно наращивание будет делать сегодня впервые ну что могу сказать молодая симпатичная классная девчонка но очень сильно стесняется своих рук и постоянно прячет пальчики ну понятное дело почему тут все-таки все в заусенцах воспалено местами не хватает кусков кожи в общем все достаточно стандартненько но все же вкусный контент согласитесь классно сейчас будет очень крутое преображение мы видим что кутикула сильно нарастает и как раз таки из-за этого она рвется что и влечет за собой возникновение заусенцев то есть вот в местах надрыва кожа ползет дальше вверх и если их не подрезать получается не очень хорошо обратите внимание что при плавном отодвигании кутикулы ногтевая пластина увеличивается в своем размере видео немного ускорено поэтому кажется что я просто жесткую жесть устраиваю но поверьте мне на слово потому что других вариантов просто нет я двигала ее очень медленно и осторожно и конечно всегда спрашивал насколько ей это комфортно и первое что я делаю после того как отодвинула кутикулу это грубый черновой срез кусачками или любым другим режущим инструментом для того чтобы была возможность работать дальше уже фрезами ибо работать по такому большому как это даже назвать не знаю ну короче отростку кожи до который будет закрывать обзор не имеет смысла вы будете стошно натягивать кутикулу пытаться туда заглянуть ничего не увидите и в итоге можно пропилить или травмировать своего клиента тем более кожа такая после того как ее отодвинули она была наросшая и она такая относительно живая получается то есть тут вероятность какого-то там пореза или неловкого ранения в процессе именно выдвигание кутикулы вообще легче легкого обязательно срезаем все торчащие части то есть все что может зацепиться фрезу мы обязательно убираем и дальше мы снова двигаем кутикулу посмотрите еще и еще потому что там много там действительно хороший карман ожидается как бы это странно не звучало до обычно все думают что если кутикула налипшей то кармана не будет нет раз на раз не приходится и в данной ситуации как раз было где разгуляться дальше начинаем подготовку ногтевой пластины с помощью пилочки 180 грит я царапал поверхность ногтя вот кстати под присыпкой хорошо видно как выглядит подготовленный ноготь это нужно нам для сцепки присыпка да наш любимый вопрос зачем для чего для того чтобы обезжирить ногти убрать лишнюю влагу жира чтобы фрезы работали лучше и не забивались после того как все подготовлено уже приступаем к работе фрезой у меня педикюрная капля с красно-синей насечкой и аккуратно не спеша работаем счищаем птеригии раскрываем синусы все что нужно убираем прочищаем и дальше будем продолжать наши манипуляции кстати обратите внимание что по подушечкам возле свободного края я тоже прохожусь это по необходимости если там есть грубая кожа обязательно ее нужно убрать дальше с помощью пилки придаем форму свободному краю самое главное при наращивании потому что мы будем наращивать на нижние формы на стандартные бумажные шаблоны это убрать уголочки дальше снова после фрезы мы еще один срез сделаем и будем срезать ровно столько сколько будет нужно нашем случае по моему два раза если ничего не путаю продолжаем убирать все выступающие торчащие части потому что нам нужно сделать так чтобы при эксплуатации рук ничего нигде не отдиралась и не задевалась то есть элементарно засовываю руку в карман джинс например чтобы заусенцы дальше у нас не рвались только посмотрите как здесь много и даже шлифовки они на самом деле поддаются с трудом я сработал настолько насколько мне представлялось это возможным то есть чтобы клиенту было комфортно и чтобы кожу не перетереть потому что если мы перестараемся будет только хуже это все дальше лопнет треснет воспалиться и бог знает что там еще будет для шлифовки я как всегда использую бутон желтой насечкой но также можно сработать силиконовым шлифовщиком либо шаром в общем кто там чем работает тем и делаем я люблю бутончики после этого наносим антисептик проверяем себя на чистоту убираем всю пыль ну как бы следовало ожидать да что супер идеального маникюра пока на первый раз не будет я ее предупредила но могу сказать что даже уже на этом этапе она была очень довольная а я все-таки пыталась ее отговорить от наращивания потому что я понимала что ногти хорошие вот они прям классные то есть там своя отличная ногтевая пластина на которой держалась бы покрытие и она сама говорит да у меня отлично держится просто база но вот хочу квадраты и френч прям вот голубая мечта поэтому начинаем наращивание ставим шаблон обязательно подрезаем по точкам в роста чтобы нигде ничего не торчало проверяем направление формы и будем делать такой немножечко арочный короткий квадратик честно я считаю что этим ногтям больше подошел овал но у нее ну так горели глаза она говорит я просто мечтаю чтобы у меня был квадрат ну думаю ладно мечтает пусть будет сделаю максимум того что могу и удовлетворю потребность клиента поэтому выкладываем подложку подложка это такое начало наращивания то есть имитируем свободный край ногти там где его нет и дальше можно снять уже форму и потом начать выкладывать гель по идее можно было бы на этом этапе обезжирить и подпилить точки в роста да по бокам придать форму ногтю но можно сделать наоборот как поступила я это выложить полностью архитектуру ногти то есть доложить гель там где его не хватает если какая-то разница думаю что особо нет потому что я в любом случае планировала опиливать если мы говорим про безопильную технику там совсем другой разговор но тут у меня был в планах прям максимально четкий квадрат из всего ну из того что мне должно было получиться в общем просушили и начинаем опиливать опил стандартный по схеме только умоляю не спрашивайте какая схема все равно не смогу объяснить это на словах это нужно рисовать и вообще на то есть инструктора лично я проходила обучение на моделирование акрилом и арочное моделирование ногтей у ланы пушкиной могу кстати оставить на нее ссылку если кому-то интересно она крутой коуч в этом плане и вообще готовят чемпионов я конечно не чемпион но что-то я там все-таки запомнила и вообще считаю что квадратик у нас получился очень даже достойный после всего опила и прохождением бафа можно доработать что-то фрезой твердосплавный алмазный в общем всем чем что вам там будет нужно и дальше начинаем делать самое интересное мы будем рисовать френч френч стандартный тоже по схеме у меня есть видео где я объясняю схему френча я думаю что здесь не нужно быть семи пядей во лбу все очень просто банальная геометрия и конечно ссылку на это видео я тоже оставлю только там я рисую черный если квадрат выпилен правильно если все сделано хорошо то френч рисовать просто в кайф и честно скажу я прям кайфанула было очень здорово я давно примут именно белые не рисовала я вижу что я испачкала кожу белым цветом это ничего страшного потому что после того как я перекрою топом я обязательно буду опиливать торцы и параллели для того чтобы работа выглядела чистый ну и было естественно чистый кстати не забываем протереть под ногтями там вот видите какая пыль все время поэтому протираем особенно для фоточки а сейчас я как раз таки обрабатываю торцы и боковые параллели чтобы на фотке все было прямо четенько да я могу сказать что работа не совсем прям вот идеально совершенно но из того что здесь было я прям выжила из себя максимум обязательно на уход масла вообще без этого вообще без вариантов только масло и прямо я объясняла ей что это должна быть ее новая хорошая привычка чтобы не было заусенчиков на секундочку вспомнили как было и теперь посмотрим как стало ну что жду вашу обратную связь как вам работа как вам фоточка а